МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Субботу в рамках Дня города пройдет другий открытый фестиваль Мясмолфест. Шанс на материнство у семейных пар с наступного года з'явится махчимость бесплатно пройти одну процедуру экстракорпорального оплодотворения. А зараз обгытым и іншим больше подробязно. У Комельской области почалась сяуба зимых збожевых культур. На территории региона уже посеяно больше 12 тысяч гектаров, это 5% от планового задания. Площи по третикали освоены на 3%, поджитые пшаницу на 4,9% отповедно. Лидируют Мазырские и Наравлянские районы. Так само протягивается уборка кукурузы на силос уже заготована каля полутора миллионов тонн. Аграры нарыхтовали на одну умовную голову живелы больше 11 центнеров корму, гэта маль на 3 центнеры большему минулым годзе. Что тышится огороднены? На Комельщине убрано каля 16% Цибули. Лидирует Гомельский район. Бульба выкопана на 6% огульной площади. В Беларуси створен совет директоров кондитерской галины. Его старшиней убранный генеральный директор фабрики Спартак Олег Житков. Головная задача – новой структуры, пошук новых рынков и развитие кондитерской галины. У совет директоров так само вошли керовники таких предприемств, как Коммунарка, Слодыч, Червоный Мазыранин, Мазырсоль. Каждый квартал будут проходить посяжения совета. У его состава могут увости керовники белорусских предприемств у всех формов властности. Отповедная заява разглядается на посяжение, после чего выносится рашение. Гомельский марш нарушивает вытворность и реализацию продукции. Такая информация размешана на сайте предприемства, поведомляя Белта. Как поведомили у компании, у Червоней Жнивне предприемство выпускало больше за 200 одинок самоходной техники за месяц, а реализовывало в середине около 240 комбайнов. Объемы у поравнаний с 2019 годом повеличились в полторы разы. На Гомсельмаши додали, что все лета так само мально 3% вырос экспорт, а темп роста валютных поступлений ускал 160,9%. Зараз Гомсельмаш отгружает технику в Россию, Казахстан и навод на Африканский континент. Выходные у Гомеля подороцях в Жихарам саправдный зарад позитиву. Традиционно в середине вересня тут означают День города. Подрыхтолка до свята у разгары организаторы упевнивают мероприемствы, сподобаются людям самых разных взрослых и интересов. Об нюансах подрыхтолки в наступном сюжете. Открытие свята на Набережной – этап, який створить настрой усяму дню. Тые, кто мают дочинение до мероприемства, доброго это разумеют. Репетиции не спыняют темпы. Усё деля того, как открыть всё запомнилось. После узнагороджения лепших працевников города отбудется концерт. У им примут удел не только зорки белорусской эстрады, а леток самотворчая коллективы города и студенты. Открытие праздника города будет на Набережной 12 сентября. Начало в 12 часов. Там будет награждение лучших производства, учреждений культуры, образования. И после этого будет концерт. Выделить, я думаю, то, что наши гомельчане и гости посмотрят, выделять ничего не надо. Там надо просто приходить и смотреть. Я думаю, что это будет зрелищно и интересно. И вечером у нас закрытие в 21.00. Будет молодежная такая шоу-программа. Она будет длиться один час. Ну и по завершению в 10 часов вечера будет праздничный салют. Сквер Мяграмыки – одна из основных пляцовок, недоходящих от дня города. Я есть особливость у разностайности. Бо сквер сберы самых разных людей. Мета – подарить свято усим без выключения. Наприклад, тут пройдя программа «Город инклюзии». Мастаки за межаванными махчымастями продемонструють свои таленты, а проект «Город без барьеров» отзначит социальные объекты, которые у худким часа будут доступны людям с инвалидностью. Для тех, кто цекается виноградарством, так само есть добрые новины. Четвертый фестиваль «Виноград Гомельчаны» сберы у скверы майстроу свою справу из всей краины. Нажаль, эпидемичная ситуация не дозволила заработать его международным. Тем не менее, программа не станет меньше насыщенной. Тут и конкурсы, и дегустация винограду, и махчимость купить саджанец. К нам приедут гости, скажем, из всех уголков Белоруссии. Будут представлены Могильов, Бобруйск, Жлобин, Брест, ждем, будут гости из Мозыря, Светлогорска. То есть география очень широкая. Это показывает, в общем-то, и количество виноградарей растет от года к году, и все больше и больше занимается выращиванием этой прекрасной ягоды. Вядомы, гэтым святочная программа не обмяжуется, и она будет включать саправды великую количество мероприемствов. Знайсти больше подробную информацию можно у СМИ и в интернете. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». Тонны смачной ежи, киловаты гука, новые сябры и моро-позитивы. У суботу, в рамках Дня города, гомельская мясомолочная компания проведет другой открытый фестиваль «Мяс Молфест». С планами организаторов ознайомилися наши корреспонденты. Як чакается, у делу фесты приймать усе мясо и малокоперепрацовщие комбинаты, які у выходят у склад холдингу. Им есть, что пропоновать удельникам свято. Акционерное товариство «Мелковито» – предприемство без переборщивания сусветного узровню. Не глядяши на певные проблемы, связанные с эпидемиологичной ситуацией, по выниках восьми месяцев тут спрацовали со становшими показчиками. При этом больше, как 45% вырабленного поставили на экспорт. Сирот партнеров «Гамельчан» – Россия, Китай, Казахстан, Украина, Филиппин и Бангладеш – у сего больше, как 20 краин. А про это мелковито постоянный удельник республиканских и международных выставов. Мы стали чемпионами вкуса в международном конкурсе. С продэкспо привезли золото и серебро за нашу продукцию латы-бориста. Продолжаем работать над расширением нашей десертной линии. И также мы в этом году, выполняя экономические показатели и задачи, не отступились ни от одного социального обязательства, взятого на себя. Приняли участие в ряде благотворительных мероприятий. Сегодня «Мясмолфэсти» у Гомеля нагадывают в уличные растяжки, как и в минулом году, и он пройден на пляд солнце, каля-лядового палаца. В пятницу тут пошнется установка обсталеваний, якое будет выкористовываться подчас свята. По словам кировниста «Мясомолочной компании», текава будет усим. Сирот запланованного веселая ферма с хатними живелами, караоке-бар, дрифт-зона и танцы с трансформерами. Призы так само ураживают – метровая колбаса и головка сыру, плюс моро музыки. Правда, имены выканавцев организаторы покуль не называют. Урештин трига повинна быть на любым массовом мероприемстве. «Мясомолфэст» второй, но я думаю, что он более крупный будет, чем первый. Будем считать, что первый – это репетиция, но по-прежнему мы оставим все то, что было ценно в нем. Это семейная атмосфера, это семейный праздник. Больше половины будет посвящена детям и для детей, поэтому милости просим, приглашаем всех. Еще раз подчеркиваю, это праздник семейный. Чтобы понятно было, только посадочных мест мы увеличим в три раза. Будут все вкусности, которые выпускают наши предприятия, из которых можно сделать какие-то вкусности. И молочные, и мясные, шедевры кулинарии будут все. Олег Синтеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отели радиокомпания «Гомель». На наступном тыдне, 16 вересня, отбудется 19-я сессия Гомельского областного совета депутатов. На разгледжении вынесено основное питание об работе органов мясцового кирования и самокирования по створению безбарьерного осяродя. Регистрация депутата и у всех запрошенных с 9 до 9.30 у ФОЭ Великой залы Аблвыконкама. Початок сессии у 10.1. У Беларуси небеспека узгорания узнижается до минимума. Заборона на наведывание лесов узнята маль на всей территории краины. На ситуацию поплывало на дворья. Пожаро-небеспеку изнизили дожжи и на больнице. Обмежевания застаются только в некоторых районах Родненской и Гомельской областей. Подробязную карту можно найти на сайте Минлясгаса. Дорочек, коли дожливая на дворья, у ближайшие дни заховается. Заборону на наведывание лесов полностью отменять. Оранжевую зробь небеспеки обвешанную Беларуси заутро. Причина – моцный ветер. У четвер будзе воблачно с прояснениями. Ночью и ранецы в многих районах в области прогнозуются дожжи и на больнице. Ветер до 20 метров за секунду. Температура поветра до плюс 15 ночью и до плюс 25 днем. Шанс на материнство у семейных пар с наступного года з'явится махшимость бесплатно пройти одну процедуру экстракорпорального оплодотворения. Это станет махшимым, дякуючи указу президента об социальной поддержке особных категорий грамадян. У Беларуси яка можно зарабить только в Минску и Гомеле. Марина Северьянова наведала областный диагностичный медико-генетичный центр и доведалася, как там рыхтуются до нового вядения. Вы каждый день на работе занимаетесь чем? Мы занимаемся, делаем детей, грубо говоря. Занимаемся тем, что соединяем мужские и женские клетки в чашках. То есть, я говорю про биргах, но на самом деле это происходит в чашечках. Врач пунктирует, отсытым получаем женские яйцеклетки. Мужчина сдает сперму, мы ее обрабатываем специальным образом и затем в этих же чашечках соединяем мужские и женские клетки и оставляем их на определенное время. Через сутки мы уже видим, произошло оплодотворение или нет. Дальше начинают развиваться эмбриончики. По законодавству ЭК на оплатной основе можно работать до 49-х годов. Что тычется бесплатной спробы, которая будет махшима из наступного года, то тут у взрослого обмежевания до 40-ка. Есть и другие нюансы. На сегодняшний день, насколько нам известно, с 21-го года, с января, планируется вступить в законодательные моменты по поводу проведения ЭК на бесплатной основе одной супружеской пары. Для этого необходимо обязательное условие, что супруга должна быть до 40 лет, оба должны быть гражданами Республики Беларусь и в официально зарегистрированном браке. На сегодняшний день наша область и, в принципе, страна в целом находятся на состоянии формирования комиссий по отбору пациентов для проведения бесплатной попытки ЭКО. Как только появится информация, куда подавать документы, как подавать документы, мы это можем увидеть на сайте нашего учреждения. Кожный год процедуру экстракорпорального оплодотворения в Гомельске медико-генетичном центре проходит около 300 женщин. Даже летать после процедуры ЭКО смогла затяжарить и народить 46-летняя женщина. Но в таком возрасте шансов на удалую спробу становится все меньше. Из этих 300 сколько процедур заканчивается беременностью и родами? Согласно статистике, у нас результативность программы ЭКО 35-40% до 40 лет. После 40 лет эту цифру можем делить на двое. Как и во всем свете, тенденции откладывать материнство, характерные для Беларуси. Сразумело, кожная женщина или пара сами для себя выращают, коли для их особиста час стать батьками. Но статистика усердно стверждает, что у молодой женщины до 30-ти годов тяжарность и на рожение детяти проходит легче, и с меньшей рызакой возникнения патологии. Наши пациенты обращаются в более зрелом возрасте для проведения программ ЭКО или просто даже в обычной жизни для планирования беременности. Дело в том, что европейские влияния, тенденции оказывают все-таки свое воздействие на разум наших пациентов. Но все-таки нужно делать все своевременно. Чем раньше пара обращается за помощью, я говорю непосредственно об ЭКО, результаты будут выжить. Если протягивая женщина не может затяжать, лучше за все сходить к специалистам. Тут докладно нельзя морновать час. В ситуации с репродуктивным здоровьем он бесценный. Марина Северьянова, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». В связи с проведением технических работ на антенномаштовых сбудованиях на этом и наступном тыдне в городе Гомель и на длительности до 40 км от областного центра будет припинено эфирное радиовещание. Размова идет про первые часы от 10, 11 и 14 вересня с 9.15 до 18.30. В случае завершения работы ранее позначенного термину, деятельность передачек будет отновлена. Это и другие новости. Информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» «Гомель» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомеле накануне произошел пожар в магазине «Мартина», расположенном на улице Барыкина. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 10 вечера. Оказалось, огонь распространился в подсобном помещении магазина. Первыми на место ЧП прибыли сотрудники отдела департамента охраны. Им удалось сбить пламя при помощи огнетушителей. Ну а спасатели впоследствии полностью потушили пожар. Четыре покупателя и 12 человек персонала магазина покинули помещение еще до приезда пожарных. Пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – техническая неисправность электрооборудования. К другим чрезвычайным ситуациям. За прошедшие сутки в Гомельской области было четыре пожара. Ликвидировано по одному возгоранию в лесах и на торфяниках. Огнем повреждено два строения. Из-за нарушений противопожарных требований по проведению огневых работ уничтожено 50 квадратных метров кровли с сарая в Лельчицах. А в агрогородке Комунар Будокошелевского района пострадала крыша беседки. Пожар, по всей вероятности, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Нарушения правил эксплуатации электрооборудования стали причиной пожара в Калинковичах. Уничтожены кровля, стены и имущества в частной хозпостройке. Пострадавших нет. Разделали тушу на скотомогильнике. Работники Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира выявили нарушение, допущенное должностными лицами одной из районных ветеринарных станций. Находясь на территории скотомогильника Чечерского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов», ветеринары разделали тушу дикого кабана, после чего на служебной машине перевезли фрагменты животного в одно из домовладений. Мясо кабана планировалось использовать в личных целях. По данному факту, Чечерским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве случайного попутчика. Напомним, история произошла в апреле текущего года на участке автодороги Калинковича-Брагин-Камарин. Там встретились двое незнакомых мужчин, разговорились и свернули в лес, чтобы выпить и отметить встречу. Но закончилась она трагично. В ходе распития спиртного между 19-летним юношей и 46-летним жителем Калинковичского района случился конфликт, который закончился гибелью взрослого мужчины. После неудачной попытки поджечь тело парень спрятал его под ветки, забрав личные вещи погибшего. Паспорт убитого он порвал и выбросил по пути. Вина 19-летнего жителя Хойникского района доказана, он сознался в содеянном. В Гомеле на Роповском озере матрос-спасатель вытащил из воды тонущего мужчину. Тот доплыл до буйков, но, видимо, не рассчитал сил. Вернуться обратно их не хватило. Работник освода подплыл к тонущему на лодке и доставил его на берег. После чего оказал первую доврачебную помощь. В Житковичском районе в лесу потерялась 97-летняя женщина. Она пропала 7 сентября, и найти ее не могут уже вторые сутки. Женщина пошла в лес около деревни Полостевичи, но о том, что она из него не вышла, стало известно только спустя сутки. В поисках участвуют работники МЧС, милиции и лесхоза. Сегодня с утра поисковые работы были продолжены. На сегодня все. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4. Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и Жлобинский Металлург завтра проведут вторые поединки чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигии. Столевары постараются продолжить свой победный почин в матче с Могилевым на его льду. Гомель также играет на выезде. Разжиться первыми зачетными баллами в новом сезоне Рыси попробует ворше. В соперниках местный локомотив. Оба поединка стартуют в 19.00. Определена символическая сборная стартового тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. 2-2 по системе гол-плюс-пас в победном матче над Лидой обеспечили игроку в РЗ Евгению Клочко место в пятерке лучших. Железнодорожник Максим Евдокимов также в сборной тура. В победном матче БЧ на его счету забитый гол и плюс-3 по системе плюс-минус. Лучшим голом в первом туре признали взятие ворот в исполнении вагоностроителя Максима Воронина. В числе хайлайтов стартового игрового отрезка также результативная атака БЧ, завершенная Павлом Книгой. В новый учебный год с новыми целями. Торжественная линейка прошла в областном центре Олимпийского резерва по игровым видам спорта. В новый учебно-тренировочный сезон пошли более 500 ребят. Работать с юными спортсменами будут 18 тренеров на трех отделениях – волейбол, баскетбол и ганбол. Пандемия коронавируса существенно подкорректировала состязательный календарь минувшего учебного года. Некоторые турниры так и не были доиграны, в некоторых победителей назвали досрочно. Тем не менее, тренировочный процесс в ЦОРИ не приостанавливали. Так что в новый сезон ребята входят в хорошей форме, а он обещает быть насыщенным. На торжественной линейке отметили лучших по итогам минувшего учебного года спортсменов и тренеров. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.